Как мы знаем, из телеграм-каналов и СМИ, большая часть бывших заключенных, которые принимали участие в так называемой ЧВК Вагнера, мы знаем, как президент Путин сказал, не было никогда такого даже юридического лица, что не мешало получать миллиарды из бюджета. Но так или иначе, эти заключенные получили увольнение. Они, как мы видим, тоже сообщения некоторых, что сейчас находятся на отдыхе в санаториях и пансионатах Юга России. И здесь у нас был недавно историк, военный историк, исполняющий обязанности представителя общественной палаты Республики Рамили Рахимов. И он высказал такое мнение, что не стоит ожидать, что повторится холодное лето 1953 года, что эти зэки вернутся и будут чинить непотребство. У нас есть наша полиция, у нас есть правильные органы, они пресекут. Я даже видел, что вы кое-какой комментарий написали. А с чем мы не согласны, собственно говоря? Ведь ситуация действительно другая. Я понимаю, что господин Рахимов его фамилия, уважаемый историк, и по долгу службы он должен говорить то, что он сказал. В количественном смысле я с ним соглашусь. Потому что масштабы событий 1953 года, этой амнистии, которая случилась по поводу смерти Сталина, и масштабы, ну, количество вот этих вагнеровцев, которым посчастливилось выжить, и которые остались сейчас, значит, вроде как уволенными и прочее, это очень разное количество. То есть в случае с 1953 годом речь идет, шла о миллионах людей, в данном случае речь идет о десятках тысяч, наверное, мы не знаем цифр точно. Ну, что-то варьируется двух десятков тысяч. Ну, то есть масштабы совершенно разные, и, конечно же, воздействие на 20 тысяч бывших уголовников на социум, и, скажем, миллиона бывших уголовников на социум, одномоментно выпущенных в этот социум, конечно, разное, просто арифметически. Но не беспокоиться о последствиях подобных действий, конечно, было бы очень легкомысленно. Вот. И тут нужно не говорить о том, что боится или не боится, там, историк Рахимов этого, этих всех вещей, там, и уповает ли он на полицию или не уповает, это его личное дело. Здесь государство должно заниматься определенными вещами, то есть вот есть один пример. Когда в 70-е годы, значит, вот случилась эта вьетнамская война, то количество ветеранов, вернувшихся в страну Соединенных Штатов Америки, имеется в виду, было так велико, что государство обеспокоилось их поведением, воздействием и вообще их судьбой, и была разработана достаточно обширная, достаточно дорогая программа реабилитации. То есть это и учеба, это и... Кационарство. Это и трудоустройство, это и профессиональное обучение, там, и медицинская помощь, и прочее, прочее. Она была очень мощная, очень дорогая, то есть обошлась обществу недешево, но в конечном итоге, скажем, к концу 20-го века, например, парламент Соединенных Штатов на 15% состоял из ветеранов Вьетнамской войны. То есть эти люди смогли пройти всю социальную лестницу и стать, ну, там, парламентариями огромной страны, да, то есть, ну, что, как бы, в принципе, по номиналу считается достижением социальным, так ведь? То есть они не опустились, не спились, не поубивали друг друга, не сели в тюрьму, они стали... Это целый сенатор и конгрессмен, и есть... Нет, я и говорю о том, что в парламенте США было 15% ветеранов Вьетнамской войны, не говоря о том, что некоторые президенты США тоже таковыми были. Так что вот о чем нужно говорить историку Рахимову и исполняющему обязанности представителя общественной палаты, а не о том, боится он или не боится, там, повторения холодного лета 53-го года. К сожалению, мы видим только зачатки этих процессов, то есть по реабилитации и социализации этих людей, тем более, что в случае с Вагнером это не просто ветераны воевых действий, это еще люди, скажем так, специфической судьбы, многие из которых обладают навыками убийц, насильников и прочих, значит, криминальных проявлений, да? Ну, то есть в прошлой гражданской жизни они были убийцами, насильниками, грабителями и так далее. То есть это особенно усложняет эту ситуацию. Так что, ну вот, и я так отвечу на этот вопрос. То есть, может быть, по масштабам это и несравнимые вещи, но по проявлениям это весьма тревожная штука вообще. Продолжение следует... В руке что-то есть? Что у вас? Давайте так, я сейчас могу к вам приехать, но вы складываете свое там оружие и со мной спокойно побеседуем. Я вам гарантирую, что если я что-то могу для вас сделать, я все сделаю. Подождите, подождите, подождите. Я с вами первый раз в жизни разговариваю, вы там на всех не скидывайте. Я вот с вами первый раз в жизни разговариваю. И у меня какое предложение? Ситуация сейчас, она нехорошая. Вы сейчас наломаете дров. У меня задача остановить, чтобы не наломали дров. И я твердо вам обещаю, сам лично вами буду заниматься. Ну тогда давайте, давайте по-нормальному поговорим тогда. Сейчас подъеду, нормально поговорим. Слушайте, Ильдар, подождите, нет, давайте, я же старше. Нет, я не в курсе этого. Смотрите, я никогда не обманываю. И вы же сами говорите, что у вас есть доверие. Если есть доверие ко мне, я предлагаю, давайте я сейчас выеду, и мы с вами спокойно обсудим, ладно? Слушай, чтобы ты понимал, у меня твоя жизнь просто дорога, потому что ты попал в беду на самом деле, я тебе помочь хочу. Если я положу эту гранату, моя беда закончится, что ли? Твоя беда закончится точно. Но когда ты стоишь с гранатой, это уже угроза, ты должен понимать это. Ильдар, давай сделаем так, посмотри на меня, посмотри, давай еще раз, отойди туда, положи там, никто не подойдет. Заходишь, вернешься, заберешь ее. Все уйдут. Мы с тобой вот здесь вот сядем и поговорим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова